Галина Мазур страдает астмой более 30 лет. За эти годы научилась, что называется, любить свою болезнь. Скорая помощь у женщины в сумочке всегда. Вот он делается, значит, делается вдох. Вот, 400. Значит, нормально, я держу под контролем. То есть, это у меня граница, нижняя граница контроля. Кроме ручного диагноста есть еще два карманных ингалятора, а дома небулайзер – лечебный аппарат, необходимый для любого астматика. Все вместе обеспечивает постоянный самоконтроль. С астмой по-другому нельзя, говорит Галина. Да и надеяться больше не на кого замечает женщина. Также, думают, и еще около 40 кунгурских астматиков. Они объединились в клуб БРАС. Все настроены жить долго, даже несмотря на свой недуг. Я страдаю бронхиальной астмой с 85-го года, значит, бронхиальная астма средней тяжести. Алексей Олегович нас знакомит с основными новинками, с основными лекарствами, как снять приступы души, как лечить. Астма дни раз в год для них как глоток свежего воздуха. Здесь каждый без очередей и волнений может спокойно задать вопрос специалисту. Поход на прием в больницу выдержать морально и физически может не каждый. Действительно, нам попасть очень трудно к пульмонологу, потому что полставки – это всего лишь, получается, где-то 2 часа приема. Это недостаточно. А больного с астмой нужно принять, чтобы его хорошо осмотреть, проверить. Как я уже говорила, допустим, с тем же непулайзером, с тем же пиотфлометром. Это все необходимо. И на это уходит где-то минут 40, это минимум 40 минут. Как правило, ждать очереди к пульмонологу приходится не один день, особенно зимой в сезон обострения. А детям-астматикам дорога сюда и вовсе закрыта. Но сам доктор Алексей Ладыгин считает, что самая острая проблема не в том, что не хватает специалистов. Они-то как раз в Кунгуре есть. Проблема в стационаре. У нас каждый год сокращаются койки. Они сокращаются, говорят, что лечит не койка. Человек вообще, который живет один, по идее, он должен лечиться в первое время стационарно. Я не знаю, до какой его предела мы должны дойти, чтобы потом опять расширяться. Нехватка мест в стационаре, недостаток общения со специалистом – это все барьеры на пути к безопасному образу жизни. Препятствий и ограничений в жизни астматиков и так хватает. Галина Мазур, к примеру, даже безобидный поход в парфюмерный магазин себе не может позволить. Только банальный поход за продуктами. Никаких животных или путешествий. Галина всегда во всеоружии. Но число астматиков в Кунгуре неуклонно растет. И каждому новичку на первом этапе требуется усиленное врачебное внимание и стационарное лечение.